Его называли напитком мудрости и не случайно. Правильно приготовленный кофе с небольшим добавлением глюкозы активирует определенный участок головного мозга. Память лучше, энергии больше. Одна чашечка дарит заряд бодрости минимум на полдня, говорят знатоки. Он не полезный только для тех людей, у кого повышенное давление, сильно повышенное давление. У тех, у кого пониженное или в среднем, как бы, среднее состояние, так скажем, то это только пользу принесет. Более того, кофейные зерна можно сравнить, приравнивать, точнее, как или называть, как эликсир молодости. Главное качество кофейных зерен – арабика наивысший сорт. Зерна не должны быть пережаренными. Они обладают светло-коричневым цветом, одинаковые по форме и размеру. Разницу можно увидеть невооруженным взглядом. Это называется робуста. Это уже, если считать по сортам, то есть это последнее, что есть от зернового кофе. То есть, по сути, он ничего полезного нам не дает совсем. То есть, кофе таким быть не должно? Не должно ни в коем случае. Посмотрите, что мы имеем тут. Один к одному. Зерна высшего сорта перемолоть, сварить при строго определенной температуре и правильно добавить молоко. В приготовлении важна каждая секунда. От этого зависит горечь, кислотность, вкус и название напитка. Американо, латте и, конечно, капучино – самые популярные виды. В капучино больше чувствуется кофе за счет того, что кофе остается наверху. То есть, сначала наливаем кофе, потом молоко, но легким движением руки кофе поднимается наверх. А латте – то есть, больше чувствуется молоко, а кофе – это второстепенно за счет того, что мы сбиваем просто стакан молока, по сути, столько же, сколько и на капучино, но кофе идет туда в конце и тонкой струей. И оно не так сильно чувствуется. А добавление сиропов, приправ и даже фруктов может сделать кофейный напиток уникальным. Самый секретный ингредиент фирменного кофе Натальи – это грейпфрутовый сок. И сиропы, которые мы не скажем, какой. Да, все секреты мы не раскроем. Сколько лить? Пока наливайте. Свой фирменный рецепт кофе каждый бариста держит в секрете. Но все они сходятся во мнении. Кофе улучшает мозговую деятельность, укрепляет иммунитет, способствует похудению, улучшает метаболизм, избавляет от мигреней и головных болей. Главное – не злоупотреблять, правильно готовить и использовать качественные кофейные зерна. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.